Студ-дебют Ну, хоть куда-то вырвались, а то уже две недели никуда не ходили Это Паша Паша пробовал все виды бизнеса, в том числе бизнес-ланч Но судя по нему, можно сказать, что нормально кушать он не пробовал А что ты хотел? Сессия сама себя не закроет Это Артем Артем с детства мечтал быть похожим на Джонни Деппа Но стал похожим лишь на Гоголя, и то внешне Это да, зато преподов вспомнили Ой, я их еще столько же и не вспоминал бы Кстати, как там твой бизнес? Небось в гору пошел? Да все хорошо, школьники только так раскупают эти одноразки Ого, круто! Кстати, когда косарь вернешь? Ну, пока не могу, я все деньги в оборот пустил Ну, скорее всего, на следующей неделе О, здорово, пацаны! Я вижу у вас тут обстановка по кайфу Мы с тобою танцуем Это Лева Лева душа любой компании Точнее, он душит любую компанию, потому что на каждую фразу подбирает песню О, бармен, налей мне Что ж тебе налить? Ананасовый сироп, оп-оп-оп-оп-оп Да прекрати, хватит нас позорить! Да ладно, пацаны, все нормально, нормально, нереально Лева! Ладно, ладно, все, давай, собирайся, чуваки, погнали Куда? Да тут одна тема нормальная есть Да знаем мы твои нормальные темы В прошлый раз в нас солью стреляли Ну, весело же было! Нет Ну, ничего страшного Тяу-тяу-тяу-тяу Эгей! А как там твои прогнозы на спорт? Да что-то ставочки в последнее время совсем не заходят Я думаю, пока поставлю на паузу свои отношения с букмекером И как же теперь ты будешь зарабатывать? Думаю, перейти на старый стабильный заработок Это какой? Родительская шея Ладно, время уже позднее, а нам завтра с утра на работу Давай расходиться Да, погнали Эта песня о любви Тебя не удивит Ведь в ней нет ни слова, чтоб сказать, какая ты Я могу кричать, глотку рвать Но так ничего не смогу тебе передать Наружу и изнутри Песня о любви Наружу и изнутри Песня о любви Потерян покой Что ты делаешь со мной Эта песня задражает, вымораживает Все силы забирает Что-то не могу спать Да надо что-то бы уже тебе сказать Да только вот что-то, ай, слов не подобрать Короче, сюда подойди Мои очи загляни Неужели ты не видишь, я весь горю изнутри Я могу кричать, глотку рвать Но так ничего не смогу тебе передать Наружу и изнутри Наружу и изнутри Песня о любви Наружу и изнутри Наружу и изнутри Песня о любви КОНЕЦ 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 Наружу, изнутри, наружу, изнутри, песня о любви. Наружу, изнутри, наружу, изнутри, песня о любви. Наружу, изнутри, наружу, изнутри, песня о любви. Наружу, изнутри, наружу, изнутри, наружу, изнутри, песня о любви. Фух, классно вчера посидели. Да, но лучше, если сегодня никуда не надо было. Смена окончена. Паша и Артем остаются в ночную. Похоже, ночка пройдет весело. Да уж. Слушай, напиши-ка, Леве, пусть нам еды принесет. Ты что, дурак? Ты не видишь, что я пишу? Ай, ладно, ну давай присядем, отдохнем. А мы долго еще грузчиками будем работать? Ну, до восьми. Я имею в виду в общем. А, ну, пока за общагу не заплатим. Ну да. А почему ты вообще грузчиком работаешь? У тебя же там бизнес и всякое такое. Да это я так, чисто для души. Ну, чтобы понять, как руками деньги зарабатываются. О, ну, наконец-то ты еду привез. Между нами провода, да-да-да, города, да-да-да. Ты в города поиграть хочешь? Именно. Нет, города неинтересные бы, Кенель не город. Кенель — это город? Ага, а Сызрани — это столица мира. А гитара тебе зачем? Да я хотел сначала вам предложить в Угода мелодию поиграть, но потом понял, что вы не согласитесь. А, а еще и в Переход день дал. Но меня почему-то выгнали. А вы не чувствуете, чем-то пахнет? Не, это не я. Я Суайка с дома забыл. Да и не про это. Блин, что происходит? Почему здесь все загорелось? Горит твоё фото, горит. Я не знаю. Блин, а мне кажется, это по-любому из-за того чайника. Какого чайника? Лёва, а ты что сидишь такой спокойный? Может быть, это ты что-то сделал? Не, я просто сижу. Надо уходить отсюда, пока начальство не приехало. Куда уходить? Нам хана. Ты что делаешь? Притворяюсь мертвым. Что? Они же не поверят, Лёва. Ну, предложи что-нибудь. Я могу спеть. Не надо. Давайте уходить отсюда. На месте решим, что будем делать. Куда собрались? Это Альбина. Альбина пришла в бизнес в девяностые. Ведь в девяностых она родилась. В детском саду Альбина была настоящей бунтаркой. И шла против движения хоровода. Да чё мы боимся? Она же одна. Артур, помоги! Бежим! Это Артур. Артур – настоящий головорез. Но он не всегда был таким. Ведь 10 лет работы вожатым сделали его таким. Он стал жёстче, сильнее и выносливее. Он может вытереть 10 тысяч литров слёз за 10 минут. Он знает 200 флэш-мобов. Он знает все песни Моргенштерна, хотя этого не хотел. Он знает, как отличить вупсеня от пупсеня. Бежим! Ты в чём выперся вообще? У нас вообще-то есть проблемы посерьёзнее. Догоняй их! Стоп, стоп! Мы, кажется, что-то перепутали. Ну всё, марафон сам губ с отбегали. От темы не отходим. Куда собрались? Ну, это мы за вами бежали. Что здесь произошло? Вообще, что натворили? Мы ничего не делали. Мы ни в чём не виноваты. Мы сейчас это по камерам выясним. Альбина, ты что, забыла у нас с камерой только для вида, чтобы проблем с проверкой не было? Чёрт побери! Да мне всё равно, вы единственные, кто тут работал. Это по-любому из-за вас горел ценный товар. Мы просто работали. Мы ни в чём не виноваты. Мне всё равно. Мы поедем разбираться к боссу. Давай, давай, забирай их. Пошёл, давай! А мне оно надо? Я здесь стою, сижу. Хочу стою, хочу сижу. Я здесь вообще не работаю. А мне оно надо разбираться тут. На месте решим. Илья, Илья, вставай! Ты кто такой? Ты я, твой внутренний голос. Тебя ещё не хватало. Отстань, я спать хочу. Тебе кто спать ложиться разрешал, а? Ну как же, я весь ритуал выполнил. Полчасика в Инстаграме, часик в Ютубе, даже завершающие 40 минут ВК не забыл. Вроде всё. Ты хорошенько подумай, ты точно ничего не забыл? Нет. А вот три года назад ты обещал взять кубок правкома. И что? Ну, допустим. Что допустим? Сид уже три года без кубка сидит. Вообще-то, мы теперь аиц. И так сказать, наша безвыигрышная серия обнулилась. Ну вон, посмотри. Экономисты тоже поменяли название и до сих пор без кубка сидят. Ну и ладно, я спать. Так слушай, у тебя же завтра ещё это, экзамен. Может, ты подготовишься? Об этом можешь не волноваться. У меня шпаргалок больше, чем служебок на вахте третьего корпуса. Что-нибудь на троечку пробубню и пойдёт. Что пойдёт, что пойдёт. Ты пойдёшь в армию, вот что произойдёт. Фёдоров. Фёдоров. А это ещё кто? Я не знаю. У меня что, раздвоение личности? А почему моя вторая личность женщина? Всё, я захожу. Фёдоров опять в туалете курил. Да это не я, это вон соседи. Вот ты крыса, своих сдаёшь. Всё равно все на АДК пойдёте. А я-то за что? Потому что своих сдаёшь. А это что, электрический чайник? Так, это держи. А это я с собой забираю. А я ещё сигнализацию включу в пять утра. Хорошо, что я батарейки и сигнализацию ещё на первом курсе вытащил. Может, ты уже начнёшь учить экзамен? А то ведь в армии из прапорщика батарейки не вынешь. Не, ну так-то ты прав. Посмотри на себя. Ты же настоящий железнодорожник. А настоящий железнодорожник должен быть как поезд. А какой поезд без дембеля? Вон, люди, КВНы, стэмы репетируют. А ты мне учи экзамены, учи экзамены. Может, я всё-таки сценарий повторю? Не, ну это ты, конечно, можешь. Обязательно можешь. Можешь ещё, например, присягу выучить сразу. Чтобы в армии было проще. О, смотри, как быстро летит время. До экзамена остались считанные часы. Может, ты всё-таки начнёшь готовиться? Не, ну так-то ты прав. Блин, так сложно. Может, всё-таки в армию в годов? Не, ну это, конечно, да, сложно. Легче, конечно же, снег в зелёный красить зимой. А траву летом в белый. А это зачем? А в армии вопросов не задают. Ладно, буду учить. Фёдоров, я чувствую, что ты кого-то привёл. Да здесь никого нет, Елена Ивановна. Смотри, если ты меня обманываешь, учти, веселей, выселение не за горами. Я за тобой слежу. Блин, Блинский, до экзамена в пять минут так быстро время пролетело. Магия сцена. А ты зачем брюки надеваешь-то? Экзамен-то дистанционный. Блин, ты прав. Так, до экзамена совсем чуть-чуть. Если что, поможешь? Как я тебе помогу? Я твой внутренний голос. Я знаю ровно столько же, сколько знаешь и ты. Ну, мало ли. Добрый день, Илья. Ну, не будем тратить ни моё, ни ваше время, так что сразу начнём. Вам нужно ответить на один вопрос. Какова ширина колеи в России? Ты знаешь, нет? Откуда я могу знать? Я же твой внутренний голос. Капец ты, конечно, советник. Повторяю вопрос. Какова ширина колеи в России? 15-20. Точно! 15-20. Да, это правильно. Фёдоров, экзамен сдан. Спасибо. Можете быть свободны. До свидания. Елена Ивановна, откуда вы знали ответ? Да откуда, откуда? Вы всю ночь под окном бубните. Я этот экзамен уже наизусть выучила. Спасибо большое. Я ваш должник. Ну, это конечно. Иди, убирай кухню. А, может, я лучше отдохну, а потом помою? Нет, отдыхать буду я. А ты иди убирай. Елена Ивановна, Елена Ивановна, вы что спите? Ты кто? Я. Ваш внутренний голос. Опять началось! Наши герои под присмотром Артура и Альбины отправились к начальнику всех начальников и решали всех грешал. Именно он является хозяином этого склада. Босс, у меня для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать? Ты что, снова был на выставке дурацких костюмов? Я же говорил тебе не ходить туда, ведь это портит нашу репутацию. Ладно, давай с плохой. Ваш склад с пельменями сгорел. Что ты сказал? Это босс. Хуга-босс. Его так назвал его отец. Вазген Хуга. С детства босс воспитывался в очень суровых условиях и привык все делать сам, своими руками. А какая хорошая? Ну это, у вас есть теперь новый склад с жаренными пельменями. Вы понимаете, что вы влетели на бабки? Но я знаю, как вы можете себе помочь. Смотрите. А ты можешь добраться до Амстердама. Тот, кто сделает это первым, победит. Если ты за, то не теряй ни минуты. Здесь ты не потратишь ни копейки. За 7 дней. Через Европу. Без денег. И только Red Bull. Как валюта. Ты и твоя команда испытает невероятные эмоции. Не такие, как от поездки на 480 на Литвинова. Это было так тяжело. Ваш маршрут будет состоять из нескольких городов. Тольятти, Саратов, Барнаул. Ой. Барселона, Милан, Вена, Берлин, Амстердам. Can you make it? Вы все поняли? Ну что, заходите в магазин за энергетиками? Нет. Вы поедете и будете участвовать в конкурсе. Зачем это? Вернуть толк. Прорекламировать наш бренд пельменей под названием Корова под тестом. Это что еще за аналог селедки под шубой? Да. Только я придумал поинтереснее. По-моему, фигня какая-то. Поржми мне еще тот. Да, попали вы, конечно, ребята. Зря ржете. Вы поедете с ними второй командой. А это еще зачем? Во-первых, вы будете за ними следить. А во-вторых, если что, вы будете убирать их соперников, чтобы они победили наверняка. Потому что бабки мне нужны. Так, а давайте решим со мной. А что с тобой разбираться? Ты там был? Да. Ну вот и все. А гитару оставь. Не могу. Мне подарил ее сам Михаил Шифутинский. Не верю. Переверни. Ого! Я тебе потом треугольник Михаила Круга покажу. Пошли. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима и Артуром отправились в солнечную Барселону. Никто не знает, что их там ожидает, но они понимают, что это главная Эль Классика в их жизни. Дима Торзок Парни, дружба дружбой, но в этом турнире я участвовать не собираюсь, так как я вообще на складе не работал. Я вас лучше здесь, в Барселоне подожду. Чё ты сказал? Ты вообще понимаешь, что я с тобой сделаю? Ты всё понял? Я тебя спрашиваю, ты всё понял? Ага. Парни, кажется, у меня стокгольмский синдром. Лёва, очнись! Нам нужно сконцентрироваться на задании, чтобы выполнить его. Что у тебя вообще в голове? А в голове мои туманы-маны... Лёва! Да всё, понял. Альбина, а зачем тебе такая большая сумка? Базука? Базука нам бы, конечно, не помешала, но это тоубы с картой и маршрута. Кстати, вот и карта. Посмотри. Класс! Но она же пустая. Да её видят только избранные. Я, кстати, с собой вот ещё что прихватила. Ну, флаг фокусета сеть нам больше не пригодится. Поставлю себе это на память. О, Артур, кстати, я взяла с собой ещё треугольник Михаила Круга. Отлично! Надо будет ребятам показать. Владимирский Централ. Лёва, прекрати! Ветер северный. Этапом из Твери зла немерено. Да хватит! Пока вы тут песни поёте, я одну команду уже устранила. Отлично, Альбина! Ребята, а представьте, что все деньги достанутся нам. На что бы вы потратили свою часть? Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. А вот я бы купил себе баночку нутеллы. А я бы открыл свой бизнес и купил бы очень-очень много успокоительного. А зачем тебе очень-очень много успокоительного? Да я с вахты третьего корпуса все нервные клетки истратил. Знаете, а я бы расширил кулинарию на свободе. Зачем? Ну, чтобы творческим коллективам было место, где писать свои сценарии. А я бы, а я бы скупила все энергетики и продавала бы их в три, дорогая. Вот это ты коварная! Так, ладно, всё, помечтали и хватит. Смотрите, это наш план. Нам нужно устранить все команды, дойти до финала, перед этим пройти все испытания и победить. Понятно? Ну, понятно. Пойдёмте. Здравствуйте, я Алексей Безымянный. Лучший детишек убрать от экрана. Классных пять правил вам расскажу, как выигрышный стем написать покажу. Первое правило нам гласит, на сцене должен быть реквизит. Ширмы, плакаты, фон, без сомнения. Пункт называется «Оформление». Чтоб сцена не казалась слишком пуста, по бокам мы поставим четыре куста. Нам нужен фон, но бюджет небольшой. Мы обойдёмся ширмой одной. Картинка из парка всех удивит. Одолжили фонарь, Саша Блок, без обид. Аптеку оставили, сейчас ведь ковид. Ещё нужна лавочка, тут пусть стоит. Вроде и не выглядит сцена пустой. И уже на подходе пунктик второй. Правило два нам о том говорит, что нужен герой, у нас будет три. Это Серёга-покоритель девчат. С ним Клавакока не покинул отчат. Он, Касанова, аж в самых пелёнок в детском саду охмурил всех девчонок. Серёга-танцор и даже певец. Много разбил он женских сердец. Но есть один минус у Альфа Серёги. Слишком огромные у него ноги. Время представить героя второго. Зовут его Вова. Здрасте. Здорово. Он игроман, не отнять мастерства. Ходит в ушок, он прошёл до ту-два. Совсем не похож на Серёгу наш Вова. Он совершенно не Казанова. Вова наш парень по правде простой. Девчонок он обошёл стороной. Но есть пара плюсов у нашего Вовы. Точнее, плюс восемь он видит в Бегово. А это Оля, наша царица. Инстаграм зовёт её императрица. Оля, наш блогер, снимает тиктоки, знает все тренды. Всем чмоки-чмоки. Оля всегда сидит в телефоне. В ванной, на кухне и на балконе. Есть один минус. Она туповата, но в этом Олечка не виновата. Оля уверенно может сказать. Один плюс четыре получится. Семь. Герои на сцене декорации тоже. Каждому стему нужен сюжет. Пункт номер три нам в этом поможет. Главное, чтобы позволил бюджет. И тут появляется Купидон. Кого из героев стрелять будет он? Наш Купидон совсем не простой. В школе полиции был выпускной. Треть попадает в наших героев. Серега и Вова влюбляются в Олю. Но ей не до этих любовных историй. У нее в инстаграме новый туториал. Но пацаны не хотят облажаться. Серега и Вова сейчас будут драться. Но если хотите за Олю сражаться, Надо сперва на меня подписаться. Без пика сюжета, чтобы нам не остаться, Мы приближаемся к кульминации. К лучших традициях прошлого века, Где в лес могли вывести человека. Этого делать, конечно, не надо. Просто ребята, фанаты бригады. Драки на сцене не избежать. Компьютерный клуб против школы пикапа. Важно дистанцию соблюдать. И начинается бой бесконтактный. Бой продолжался 14 лет. Десятый айфон уже раритет. Кто-то закончил уже институт. Владимира П. в седьмой раз изберут. Оля успела свадьбу сыграть. Наш институт опять факультет. Оля уже многодетная мать. И драться за Олю уже смысла нет. Вот мы приблизились к правилу 5. Где о морали нам нужно сказать. Все эти пункты ни капли не значат, Если весь смысл мы не обозначим. А смысл у этой истории в том, Что каждый мечтает лишь о своем. Кто-то мечтает о кошке с котом. Кто-то желает машину и дом. Кто-то, к примеру, как парни-герои, Хотят оказаться в объятиях Оли. Может остаться разочарование. Стоит ли драться за счастье такое, Если оно принесет только горе? Как сложится дальше судьба у героев? Как поведут себя Сера и Вова? Концовку мы оставляем открытой. Остались довольны вы или сердиты? А я говорю всем пока, до свидания. Искренне ваш, Алексей Безымянный. Пролетело уже несколько дней, И наши герои прошли множество городов. Барселона, в которой они так и не смогли увидеться с Лионелем Месси. Милан, в котором костюм Артура признан новым писком моды. Вена, где они просто были. А далее они остановились где-то по дороге в Берлию, Которым им необходимо доплыть на байдарках. Артур, а я давно хотел тебя спросить, Откуда же у тебя такой костюм? Ну это, я в сам КЖТ учился, там всем такие дают. А вы взяли костюмы? Купальники? Да. А зачем они? Ну как же, следующий конкурс на байдарках, Они могли бы пригодиться. Альбина, а я вообще-то говорил, что надо было взять. Теперь придется устраивать конкурс с мокрых маек. Ну все, пойдемте, нам нужно готовиться. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, я вертолетик. Можно приземлиться? Слышь, вертолет, я тебе сейчас все лопасти обломаю. Альбин, а твои родители, случайно, железнодорожники? Нет. А тогда откуда у них такая сигналистка? Да все, хватит. Вставай, нам пора выдвигаться. Пошли, пошли, давайте. Я водяной, я водяной, никто не водится со мной. И на что это ты намыкаешь? На то, что я плавать не умею. Да не волнуйтесь, мы будем на байдарках. Вы идите, идите, мы сейчас вас догоним. Давайте. Артур, нам нужно сделать так, чтобы все команды исчезли и мы остались вдвоем. Да я не об этом. Чтобы остались наши две команды и мы выиграли. Может быть, у тебя есть какие-то идеи? О, а давай поменяем направление. Да ну, это какая-то тупая идея. Ну, согласен. О, я придумала. А давай развернем табличку так, чтобы она смотрела в другую сторону. Отлично, побежали. Вот это мы коварные. Вы готовы, ребята? Я что-то волнуюсь. Соберитесь, я скажу то, что для вас не новость. Этот мир не такой уж солнечный и приветливый. Это опасное и жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет тебя с такой силой, что больше уже не станешь. И совсем не важно, как ты ударишь. Важно, какой удар держишь. Как двигаешься вперед. Будешь идти. Иди, если с испугу не свернешь. Ведь только так побеждают. Ага, это вы поменяли знак. Хорошо, что я был победителем веревочного курса 2018. Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка это флаг корабля. Они нас догоняют. Нас не догонят. Нас не догонят. И что нам теперь делать, Альбина? Раздевайся. Да, Артур, я не об этом. Нам пора плыть их спасать. Кажется, оторвались. Помогите, я же не умею плавать. Я так хочу туда, где нас будет трое. Я, ты и море. Да какое море? Это река. Широка река. Глубока река. Откуда ты знаешь, что мне нравится Надежда Кадышева? Так, все, неважно, поплыли. Эй, меня подождите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ирина Дубровскому! Здравствуй, родная! Нет, я же бандит! Ирина Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!